Всем привет, дорогие друзья! С вами Мошка, мы находимся в ARP Survival Evolved на локальном сервере, и наконец-то вышло долгожданное обновление под номером 256. И, скорее всего, я разделю обзор всего этого обновления на несколько серий, потому что она, в принципе, довольно-таки объемная, а засовывать конкретно небольшие детали в одну кучу как-то не хочется, потому что можно будет запутаться, поэтому будут небольшие короткие видео, посвященные отдельным частям данного обновления. И, в принципе, вот так вот. Что у нас из изменений? Во-первых, это новая механика, то есть, наконец-таки, можно теперь размножать наших водоплавающих зверушек, дельфинчиков, мозазавриков, плезиозавриков и, само собой, амфибий. Добавились четыре новые животные, эквус, лошад, лидс... Очень сложно читается название. В общем, гигантская рыба, которую, наверное, все видели из трейлера, называется она лидсихтис, как-то так, ломает плоты и, вроде как, не тонится долгом, не знаю, разберемся. Потом, ихтиорнис, это типа пеликана, чайки, которые будут за вас забывать рыбу, будут вам переносить ее с каким-то небольшим эффектом. Я только не понял, что за эффект, мы разберемся. И новое, как животное, игуанодон, типа паразавра, но со своими способностями. Далее, постройки. Подводные тег-базы. Я посмотрел по трейлеру, офигенно, то есть, они будут подразделяться на базы, которые вытесняют воду, и базы с водой, с подводными животными, то есть, местный загон. Потом будут тег-телепорты, точнее, уже есть тег-телепорты. Тег-седло для мозазавра, как и для Рекса. Тег-генератор энергии, не знаю, что это мы разберемся. Далее, абсолютно переделан полностью дизайн нашего инвентаря. Для кого-то это понравится, для кого-то и нет. Но самое забавное, что разработчики пишут то, что добавятся и другие интерфейсы. Возможно, они добавят старый интерфейс для оффскульников, кому больше нравится старый, чтобы можно было менять интерфейс. И я думаю, что на самом деле это будет весьма, так сказать, можно выразиться толерантным по отношению к игрокам. Потому что, как бы, на вкус и цвет, говорится. Также тут написано то, что по нерфице летают летуны. То есть, чтобы включить установление выносливости, находясь на летунах, используйте специальный параметр. Потом уменьшается размер сейфа. Максимальное количество С4. Устанавливаемый на Дина ограничено до одного. Да ладно! То есть, теперь еще сложнее рейдить. Потом. У овец появляется опция на убой. Когда у вас в руках дубинка, меч, топор. Это также работает на ПВИ. Непонятно, что за на убой. По одному новому стилю причесок. Для женщины и мужчины. И более 20 новых заметок. Что ж, давайте мы начнем. И это будет инвентарь. Вообще, вы уже, наверное, видите, как переработалась сейчас система ARK. Довольно-таки, если я вам покажу, как изменился текст. Видите, он стал какой-то непонятный, выделенный черным слоем. Вроде прикольно. И снизу показан новый инвентарчик. Вообще, честно, мне не очень понравился. Я долго разбирался, минут 5. В общем, смотрим. Теперь вот такой вот он очень большой. Тяжело теперь одновременно чем-то заниматься и работать с инвентарем. То есть, он весьма объемный, занимает большую часть экрана. Характеристики перенесены отсюда вот сюда. Здесь про меня все сказано. То есть, где я нахожусь. День, температура, время, ветер. То есть, то же самое. И как бы я в большом окошке. Теперь самое веселое. Вот они. Вот они теперь все перенесли сюда. То есть, первый инвентарь. Второе, это наши инграм-поинты. Третье, это уже племя. Не хотим, работает ли через L племя. Да, племя работает через L. Это не может не радовать. Потом группа командования. Профиль. То есть, мои записочки. Настройки, ребята. Настройки. По поводу инвентаря. Также тут сделали. Можно сразу все выкинуть. Сортировочку сделать, как и раньше. Обзор папок. Ну, добавить новую папку. Думаю, это удобненько на самом деле. И также зашло спасибо разработчикам. Очень многие спрашивали, как я выкидываю предметы или комбинирую. Все вот это вот их. Тут теперь написано. То есть, нельзя, грубо говоря, взять и что-то сделать с предметом. Нужно нажать на правую кнопку мыши. То есть, я кидаю пистолет. Хочу его проверить. Да? Не работает. То есть, только могу себе взять. Нажимаю на правую. Одеть на E. Выбросить на E. Выбросить O. Перемещение на T. Из инвентаря в инвентарь. То есть, разработчики добавили. Все добавили. Как что быстренько делать. Поэтому, в принципе, сам по себе инвентарь не очень удобный. Но, то, как разработчики сделали сортировочку и объяснение, мне очень понравилось. Вот за это большой-большой плюсик. Также разработчики изменили структуру. Вообще, вся эта анимация стала какая-то другая. То ли больше нагрузки стало на игру, то ли что-то еще упало в FPS-ка значительно. Упала в FPS-ка. То есть, у меня она упала ровно до 30-очки почему-то. То есть, при настройках вот такого плана. У меня раньше было 60 на моем ПК. Кто и больше. А сейчас ровно держится на 30-ке. Непонятно почему. Ну, вроде как графа стала такая более оптимизированная, что ли, я бы сказал. Плавненько все работает. Поэтому, тоже, в принципе, прикольненько. N-gram Point. Разработчики решили все объединить в одно. Не знаю, было такое раньше или нет. По-моему, раньше всегда стояла галочка автоматом. То есть, теперь можно одновременно, чтобы у вас было все-все-все вместе. То есть, не париться, чтобы. Либо выделить только что-то одно. Преположим, я выделяю основные поинты. И будет только у меня. Добавляю еще вот это. Добавляется также у меня Sturge of Дополняшка. В принципе, это офигенная вещь. Как бы, не знаю, раньше такого бы у Лентки не замечал, но вот так вот. Добавлены новые седла. Наконец-то. Игуанадон. 12 поинтов. Далее. Был добавлено седло на Эквус. Она нашла лошадку. 22 поинта. Ну и, так сказать, самое для кого-то печальное, для кого-то радостное. В принципе, это наконец-таки перенесет в игру. Игровый баланс, потому что... Наконец-то. Люди будут использовать наземных животных. Почему? У Виверны. У Птера. У Аргентависа. И также у Кецаля. Больше нельзя вкачивать скорость передвижения. И у Кецаля также. Многие игроки раньше их прятали наверху вот так вот. Оставляли типа и прыгали с них. И было все круто. Ну, либо ждали, пока стамина восстановится. Теперь у Кецаля. Стамина падает, даже когда вы на нем не сидите. Она постепенно падает, падает, падает. И теперь нельзя прятать Кецалей и вот так вот все это хитрить. То есть разработчики полностью уничтожили возможность быстро передвигаться и хитро восстанавливать стамину летающим животным. Это и был тот самый нерв. Литл ноб. В общем-то на этом, наверное, все. Далее мы рассмотрим добавленных новых животных и тег постройки, тег седлом. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, именно видео, а не обновление, из кого-то когда как, то ставьте лайки, комментируйте, а также подписывайтесь на мой канал и на паблик ВКонтакте. А с вами был Мождь и всем пока, друзья.